Мы показываем мир вашими глазами. События, происшествия и курьё, за очевидцами которых стали вы. Всё, что, по вашему мнению, достойно внимания, прямо сейчас в рубрике «Мобильный репортер» на телеканале «Татарстан-24». С вами Артём Захаров. Здравствуйте! В очередной раз неблагоприятные погодные условия стали причиной сразу нескольких ДТП на Татарстанской трассе. Они попали в объектив видеорегистратора одного из участников движения. Что это? И здесь тоже, что ли? Ничего себе! На автодороге «Альметьевск-Челны» из-за сильной метели автомобили сталкивались друг с другом и съезжали в кювет. При этом на видео видно, что видимость на трассе минимальная, о чём и говорит автор ролика. Вообще, смотри, ничего же не видно. Вот так вот, аккуратно надо быть на трассе. Очень сильная метель. Он в очередной раз предостерегает водителей от превышения скорости и чрезмерной самоуверенности за рулём в условиях плохой видимости. И здесь тоже, что ли? Жесть. Свидетелями пожара стали жители набережных Челнов. Инцидент произошёл на улице Белинского. Пожар. Двухэтажное здание горит. Что неудивительно, он собрал толпу желающих посмотреть на борьбу пожарных с довольно серьёзным пламенем. Между тем, в этот момент, когда здание было охвачено огнём, ни пожарные, ни тем более простые очевидцы происшествия не знали, что в огне погиб человек. Труп мужчины огнеборцы обнаружили только после полной победы над пожаром. Позже выяснилось, что погибшим оказался бездомный. Он был там с приятелем. Двухэтажный коттедж не был достроен и был заброшен. И, судя по всему, мужчины проникли в него, чтобы согреться в мороз. Не совсем адекватное поведение одного из пассажиров общественного транспорта сняли на камеру жители Казани. На первый взгляд абсолютно нормальный молодой человек вскакивает с сиденья и начинает кричать что-то несуразное. И лишь под конец его, так скажем, выступления становится ясно, что мужчина едет к супруге. И, судя по всему, переполняющая его радость заставляет вести себя не совсем адекватно. Либо молодой человек не совсем трезв, либо такие вещи с ним творит любовь. Как правило, замерзшая Казанка привлекает лишь рыбаков. Но несколько жителей Казани утверждают, что замерзший водоем можно использовать в качестве отличной площадки для набирающего в последние годы увлечения под названием сноукайтинг. Для этого необычного вида спорта подходят сноуборд, коньки или лыжи в совокупности с так называемым воздушным змеем в виде паруса. Он прикрепляется стропами к специальной планке, которую спортсмен держит в руках. Но, думаю, проще показать, чем рассказать. Продолжение следует... После таких кадров становится ясно, почему площадкой для кайтинга была выбрана именно Казанка у стен Кремля. Ведь вместе с порцией адреналина можно получить и эстетическое удовольствие от созерцания красот нашего города. События, происшествия и курьезы, очевидцами которых стали вы, присылайте на наш сайт в рубрику «Мобильный репортер». Адрес сейчас вы видите на экране. Также выкладывайте интересный материал в любых соцсетях с хэштегом «Татарстан24». Самые интересные попадут в нашу рубрику. С вами был Артем Захаров. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok